Друзья, всем привет! Находимся на Радмире, Криминальная Россия, сервер номер один. Многие наверняка в курсе, что в прошлый раз мы совершили самое настоящее преступление. Убили трёх человек. Для тех, кто не смотрел этот ролик, обязательно посмотрите прошлый по Радмирчику. Это было гениально! Это было так красиво! Убийство было, конечно же, связано с тем, что воровкой оказалась одна из подружек этих девушек. И двух девушек прицепом, так сказать, мы тоже убрали, для того, чтобы в дальнейшем у нас не было никаких проблем. Так приказал нам Донган, наш авторитетный человек. Сейчас же он мне позвонил, говорит, так, Макс, пожалуйста, приезжай сейчас, нам нужно с тобой поговорить. Поэтому я вот уже здесь, на повороте, друзья. Я считаю, что наверняка Донган хочет нас поблагодарить за то, что мы сделали, потому что он видел, он присутствовал на том преступлении, которое мы совершили, да? И он видел, как все красиво и гладко прошло. И, конечно же, наверняка он хочет поблагодарить, даже, может быть, что-то заплатить, а, возможно, что-то и предложить. Потому что такой человек, как Донган, у него всегда есть возможности что-то дать человеку. Охрана, как обычно, туча охраны. Давайте, пропускаем, ребят. Можно проеду я? Отходим, ребят, отходим. Убирайте свои пушки отсюда. Проезжай. Так ты отойди. Чего вы встали-то? Я же зацеплю вас сейчас. Ну, знаете, я уже здесь просто не представляю. То есть, когда-то я сюда проходил, меня обыскивали по нескольку раз. Называли на ты-то там кто? А сейчас, смотри, приветствую, Див. А? Видали? Здорово. Ну, что там, все отлично? Здравствуйте, здравствуйте. Я помню, как ты обращался в первые дни. А ну, повернись. Лицок заборов. Давай меня обыскивать. Все хорошо. Теперь все хорошо. Теперь доклады делают. Вот, друзья, что называется продвижение. Так, а где у нас Дон? Донган. Вот здесь. Вижу вас. Дон, приветствую вас. Рад вас снова видеть. Вы знаете, человек внушает в то же время и уважение, и какой-то страх. То есть, я понимаю, какая власть у этого человека. Здравствуй. Так, ну что, там поручкиемся? Давай, братишка. Ты просто брат мой теперь, Донган. Есть какие-то предложения? Мне кажется, они пробыли там достаточно времени. Да, конечно. Слушай, Донган, ты вообще не заморачивайся по этому поводу. Я тебе скажу сразу, что они еще тогда через 5 минут все погибли. Потому что Шакро подготовил что-то смертельное и ядовитое. Поэтому можешь не переживать. Я вообще на вашем месте, Донган, честно, про эту ситуацию просто забыл. Они похоронены. Вот и все. Ты должен будешь съездить к ним и проверить. Донган, Донган, давайте не будем, да, осквернять и оскорблять нашего друга Шакро. Вы что, хотите сказать, что вы его не доверяете, что ли? Я не понимаю. Сделаешь фотоотчет. Да еще и фотоотчет, Донган. Давайте оставим это дело. Пусть бабушки лежат себе с миром там хорошо. Донган, пожалуйста. Но не стоит это того. Оставьте. Пусть все своим чередом. Там через год уже ничего не будет. От этого газа они там сгнют и превратятся в землю в конце концов. Ну, Донган, все. Давайте забудем. Едь в шахту. Я буду ждать фото. Но, Донган, я считаю, что это просто пустая трата времени вот сейчас. Опять ехать туда. Палево опять же, да, какое-то. Там жилые дома есть. Нас могут спалить. Нахрена это надо? Бери, говорит, фотик уже, едь. Ладно, хорошо. Раз, раз он так сказал. Да, Донган. Сделаем. Но я считаю, что это неправильно. То есть возвращаться на место преступления, я считаю, что это как минимум непрофессионально. То есть так преступники себя не ведут. Езжай давай уже. Все, 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 все. Еду. Так, я сейчас тогда привезу фотографию. И мы навсегда про это место забудем. Ну, Донган, ну придумал, конечно, а. Вот надо тебе, надо убедиться. Да, я бы, конечно, друзья, не хотел видеть то, что там происходит. Я представляю просто уже, что там может быть по словам, опять же, Шакро. Да, что там с этими телами. Но мы слышали, как они кричали. Да, мы слышали, как они задыхались. А вот. И, кстати говоря, многие из вас почему-то говорили, да, они там выжили, они сбежали. Вы что, издеваете, что ли? Вы же видели, что все прекрасно завалено было. Они никак не могут ни с одного выхода, ни с другого выбраться. Абсолютно. И все было в дыму. Вы посмотрите еще раз тот момент. Они не выберутся оттуда никак. И они не выбрались, поверьте. Они сдохли через 5 минут уже. Все, там тишина была, уже никого не было. Как вы думаете, они что-то восстали из мертвых, когда их расщепило просто по молекулам. Вы понимаете? А вы говорите, что они сбежали. Я вас уверяю в том, что они там есть 100%. Шакро бы не допустил ни в коем случае такую оплошность. Поймите это. Вы должны понимать, друзья, что Шакро профессионал. Он больше меня в криминальном мире намного. Он дружит с боссом. И оскорблять его, говоря, что они там убежали. Но мне, честно, было смешно читать комментарии. Правда. Мне просто было смешно. Поэтому сейчас, опять же, да, раз Дон нам приказал, я специально и для вас покажу, что все нормально и все на месте. И вы убедитесь в том, что Шакро настоящий профессионал. Опа, ловит машиночку. А ему, наверное, в ту сторону, скорее всего, надо. Ну-ка, мне просто помощь нужна будет. Там нужно камень двигать. Давай, залезай, слышишь? Быстрее давай. Залезай, залезай, кекс, быстрее. Мне нужна будет помощь. Поможешь? Там буквально камешек передвинуть и все. Разочек, на секундочку. Давай, быстрее. Тебе на лампе подъехали. Помогу. Прыгай тогда. Прыгай. Сразу тебе бабло дам, чтобы не плакал. Наверняка какое-то недоверие у вас. Все, взял помощника. Взял помощника. Ух, чуть автобус не сбил. Взял помощника себе для того, чтобы сдвинуть камень этот. И мы смогли все сделать быстро и качественно. Также потом камень задвинем и все пройдет гладко, я думаю. Честно сказать, место хорошее. Да, потому что очень редко кого там увидишь. То есть там никто не ходит. Там нет какого-то прогулочного парка, например. Просто стадион у нас здесь находится. Так, надо было там объехать. Стадион находится у нас здесь. И вот такая вот тропинка. Там парковочка у нас еще. Проход, конечно, есть в принципе. А вот тут даже их скамеечки, парк. Блин, палевное, конечно, место немножко. Но камень стоит, как вы видите. Я же вам говорил, все отлично. А вы сомневались. Камень есть. Если бы сейчас камня не было, я бы тогда охренел бы, честно говоря. Но все есть. Гоу. Давай, выходи. Так, нужно будет сейчас подвинуть камень. Все прекрасно видеть. Давайте сразу же просто сделаем фотографии. Да, у нас есть возможность 10 фотографий сделать. Итак, первая фотография. Так, ну ты палишься, конечно, жестко. Есть. Есть. Так, помогай. Помогай это двинуть. Его нужно сдвинуть в сторону. Сейчас. Давай усилия вместе приложим. Камень в сторону вместе. Давай. Попробуем. Главное, усилия приложи побольше. Двигаем, двигаем, двигаем. Давай, ну, Рыжик. Это чего я тебя взял? Посмотри, какие у тебя мускулы здоровые. Вот. Замечательно. Замечательно. Все. Камень подвинули. Вы, друзья, понимаете, что нам свидетели не нужны. Я ему сказал, чтобы он туда не заходил. Да, машину охранял. Все. Пожалуйста, камень. Фотоотчет. Он сказал. Фотоотчет, значит, просто последовательность действий. Фотографируем. Все. Камень в стороночке. И заходим, друзья. Ну, сейчас вы все увидите сами. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, где уже запаха? Запаха вроде бы нет уже. Я был почему-то абсолютно уверен, что когда я сюда зайду, я сразу увижу эти тела. Поскольку они пытались выбраться, мы видели, что они подбегали туда, да, к этому камню наверх. Соответственно, конечно, когда начинает заполнять газом все это, да, место, это помещение, то, конечно, они пытаются выбраться наверх как можно быстрее. И они успели. Я думал, что они будут здесь лежать. Но их здесь нет. Да, вы скажете, вот и все, ха-ха-ха. Ну, понятное дело, что они побежали потом, скорее всего, вниз искать выход там. Но там тоже было заблокировано. Мы помним, что там был камень. И я думаю, что, ну, некуда. Тут просто закрытое пространство, друзья. Пожалуйста. Закрытое пространство. Да. 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 Вот и все. Я не хочу на это смотреть, друзья. Я просто даже видеть этого не хочу. Ну, вы видели. Все, вот они, трупы. Ну, кто там говорил, друзья? Кто говорил? Вот. Боже, что произошло? Вы только посмотрите с телами. Их просто разъело. Глаза разъело. Ушей нету. Кожу всю разъело. Посмотрите, что вообще произошло с телами. Вот он. Газ в шакро. А вы сомневались, друзья? Я лично в шакро нисколько не сомневался. Вот к чему это привело. Бедные бабули. Так закончить. Хотя все равно, и что они на вокзале жили? Им так тяжело было, да, по сути. Вот. Видите, у нас тоже там камень стоит. И все. Там выхода нету. Конечно, соболезную. Донган будет доволен. Самое главное. Так. У нас третий получается. Третий там, да? У нас забился, скорее всего, в углу. Так, я третьего не вижу. Раз, два. А третий. Так, подождите. Мы пробежали. Мы что, мимо, что ли, прошли? Вот у нас выход. От выхода. Там не было никого. Сто процентов. Здесь нет никого. Здесь два трупа. Это сто процентов они. Больше быть никто не может. И третий труп где-то здесь тоже получается. Нет, пожалуйста. Не говорите мне. Я не хочу даже слышать подобного. Вы что, хотите сказать, что она сбежала, что ли? Третий труп сбежал? Но отсюда невозможно было сбежать, друзья. Нет, это невозможно. Отсюда было невозможно сбежать. Смотрите, у нас здесь все было завалено. Мы проверили с вами. Мы видели, как они задыхались. Сто процентов. Они не могли оттуда выбраться. Только бы с этой стороны. Но с этой стороны тоже, пожалуйста. У нас все закупорено. Абсолютно все закупорено. Не понял. Нет, нет, нет. В смысле? Откуда щель? Не говорите, пожалуйста, что камень отвалился там. Подождите. Ну почему тогда, почему тогда здесь мы видим два трупа? Мы же здесь видим, два трупа есть. Ну как, третий, вы хотите сказать, что он вырвался, что ли? Поближе. Да, здесь есть расщель, но я не знаю, пролезло. Хотя, так, я не понял. Вообще-то здесь мы видим, что щель маленькая. То есть пролезть, конечно, можно было. Но не тем двум бабулям, которые были. Здесь очень худой человек, либо ребенок, может быть, пролезет, конечно. В этом еще можно быть уверенным. Но я не верю, что взрослый человек сбежал отсюда. Блин, Донгану-то что говорить? Донгану что говорить? Нужно сейчас понять. Господи, два трупа, два трупа. Так, хорошо, надо понять вообще кто. А кто из них? Нам нужно выяснить, кого нету. Возможно, за этим камнем лежит третий. Все равно третий труп по-любому есть. Он получил ожоги точно такие же. Он надышал с этим газом. Я думаю, что он умер. Даже если он залез, скорее всего, он за этим камнем лежит. Так, я уверен сейчас в том, что там труп третий тоже есть. Нам нужно сейчас Донгану показать фотографии. Так, хорошо. Нужно придумать. Он не будет доволен, если я покажу только два трупа. Соответственно, мне нужно ему предъявить три трупа. Мы делаем сейчас... Нужно три фотографии. Нужно три фотографии. Хорошо, хорошо. Так, первый труп. Первый труп есть. Донган на это посмотрит, получается. Итак, раз. Трупик. Так, второй трупик. Тоже. Второй трупик. Есть. И нам нужен третий труп. Третьего трупа нету. Ладно, у меня есть идея, в принципе. Главное, чтобы Донган был доволен. Попробуем сейчас с этой стороны якобы третьего. Во. Вот так вот. Чтобы позиция была другая. Якобы это уже у нас третья фотография. Ё-моё. Так. Но двигать камень я сейчас тоже его там не сдвину. То есть его надо... Эту бригаду целую надо сюда. Но я не сомневаюсь, что там труп есть. Поэтому, друзья, задача выполнена. Ни в коем случае не сомневайтесь. Задача наша выполнена. И нам сейчас нужно понять, кто эти двое. Я тоже должен убедиться в том, что там труп. Понимаете? Так, нужно позвонить Шакро сейчас. Давай, Шакро, отвечай, пожалуйста. Я не знаю, что там было с твоим газом, Шакро. Но ты должен понять, что третий-то каким-то образом выбрался, получается. Привет. Слушай, тут проблема. В пещере только два трупа. Я её проведал по просьбе Донгана. В смысле двое. Их же трое было. Да я понимаю. Но я не понимаю, как это возможно. Там щель была небольшая. И, в принципе, вполне вероятно, что Лана бы смогла пролезть. Но я не уверен в этом. Могла. Но здесь действительно только два трупа. Блин, вдруг это вообще не они? Такое может быть? Скажи, пожалуйста. Не знаю, Шакро говорит, что такого быть не может. Только они там были. И как я могу понять, они это или нет? У тебя есть кто может определить? Нам нужно выяснить, кто. Вдруг вообще не они здесь? А? Вдруг это какие-то левые люди здесь? Такое тоже может быть? И какого хрена здесь люди еще какие-то? Я же попросил не пускать сюда никого. Патологана там есть. Мне нужен эксперт. Нахрен мне патологана там? Че он здесь будет его разбирать, что ли? Как лего? Не нужен патологана. Нужен эксперт сюда. Срочно. Так, уважаемый. Вы не эксперт случайно? Прямо сейчас нужен? Ну, конечно. Конечно. Тут мне нужно отчет Дону Ганну дать. Я должен быть уверен в том, что все погибли. И что это действительно они. Вдруг те вообще втроем, блин, сбежали. Окей, скоро будет. Все, спасибо, Шакро. Надо сейчас ждать. Надо ждать. Может, есть еще какие-то эксперты здесь, а? Так, почему пустил? Где? Где этот чувак? Не вижу. Почему он сюда его пустил? Убежал уже куда-то. Здорово. Ты не эксперт случайно, а? Нужно тут выяснить, кому тела принадлежат. Я эксперт. А, вы эксперт? Да? Вот прям вот так вот повезло мне. Да, можно сказать? Давно работал, 4 года. Определите, определите, идите, какого, какого возраста там тела лежат. Я, если что, полицейский. Обнаружены были. Идите, проверьте, скажите вердикт свой, пожалуйста. Блин, ты почему пропустил людей? Ты понимаешь, чем это чревато, а? Они узнали лишнее. Еще эксперт там пошел разбираться. Может, его тоже, это, того, а? А, Макс, я тут. Я тут пока. Жду человека. Настоящего эксперта. А не того, который 4 года работал. Который просто внезапно сказал, что он работал. Хотя, на самом деле, наверняка, ни хрена этого не было. Ему просто интересно посмотреть. Посмотрим, что он тоже скажет. Я же тебе вроде внятно объяснил. Никого сюда не пускать. Ну почему? Подойди, скажи. Там пытаются пробиться люди. Но нет, в итоге. Так, аккуратнее. Еще поем приехали. Так, что там? Что там? Выяснили? Да. Кому? Скажите, пожалуйста. Так, приветствуем. Приветствую вас. Там два тела. Нужно выяснить, кому принадлежат, сколько лет. И желательно вес, конечно же, тоже. Потому что мы по весу можем определить, кто это из них был в случае чего. Да. Ну, объясните, пожалуйста, где именно. Показывайте. Там метров 15. Спускайтесь, ребят, спускайтесь. Я пока еще одного эксперта послушаю. Я сейчас приду. Там точно безопасно. Да, да, да. Не переживайте. Все в норме. Все в норме. Я полицейский. Если что. Там кролики живут. Я не знаю. И проверьте, пожалуйста. Если приезжать кроликам, это будет тоже плохо, на самом деле. Так, а где у нас человек-то этот? А что, эксперт тоже зашел туда, что ли? Ну, пошлите. Пошлите. Пойдемте, пойдемте. Я покажу вам. Раз уж сами не можете спуститься. Давайте, давайте, давайте. Идите. Не переживайте. Никто вас здесь не замурует. Вы ни в чем не виноваты, в конце концов. Вот. Так, эксперт первый. Очень похожий на мужчин. Слышишь, блин? Эксперт, какого хрена они похожи на мужчин? Они должны быть похожи на женщин. Нельзя. Нельзя. Ты должен сказать, что их волосы были сожжены. Там это женщины престарелые. Я работаю. Слушай, ты меня сейчас огорчил. Дай экспертам поработать. Не мешай им теперь. Ты уже поработал? Определился. Спасибо. Мне не нравится твое решение. Похоже на мужчин. Охренеть можно. Спасибо большое. Этого еще не хватало. Давайте, осматриваем, ребят. Осматриваем. Глаза выпали. Да это все известно. Это из-за газа. Не нужно причину смерти устанавливать. Ребят, просто скажите, кто это. И все, мне достаточно. Язык высох. Так, кому? Кому принадлежат? Рука отвалилась. Да это я и так вижу. Вы что за эксперты? Блин, вас Шакро позвал сюда, чтобы сказать мне, что у него рука отвалилась. Вы что, издеваетесь, что ли? Доктор, что-то выяснили или нет? Молодой человек. Да, давайте, блин, без вот этих вот. Пожалуйста, скажите мне сразу, если вы выяснили. И нахрена вам вот это? Вы что, его слушали, что ли, а? Я пару вещей обнаружил. Так, меня интересует возраст и вес. И кто именно в плане ЖМ? То есть, женщина либо мужчина. Они обе старые, престарелые женщины. Слава богу. Весят много. Очень много. А, посмотрите. А, посмотрите. Там есть та, у которой был ботекс. И к которой делали операцию. Мне нужно понять, есть ли среди них ланочка. Думаю, килограмм 190 точно. Что? Это каждая? Что-то многовато. Ладно, я не понимаю, как они на вокзале, конечно, жили. Или что они кушали там? Чтобы набрать такой огромный вес. Но явно, друзья, явно это не лано. Я это, походу, понимаю. Оба весили много. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем, были ли операции. Есть ли пластические операции хоть на одной. Ни на одной нету, друзья. Я понял. Я понял. Ладно, вы очень помогли. Спасибо вам огромное. К ним не притрагивалась хирургия. И это, слава богу. Хотя, получается, что мы выяснили. Да? Это были не двое мужчин. Уважаемый эксперт, как вы выразились. Да? Я эксперт 4 года. Это двое мужчин. А нихрена. То, что у трупа нет волос, потому что они были сожжены. Это не значит, что это мужчины. Уважаемые. Понимаете? Вы ошибались. Вы ошибались просто. Поэтому вас я больше слушать не буду. Вы не проходите как эксперт ни в коем случае. Поэтому врачам, конечно, благодарность большая за то, что они выяснили все-таки, да? Кому приносат эти тела. И нам сейчас нужно закрыть камнем нахрен этот вход и показать фотографии Донгану. Будем надеяться, что Лана прошла в ту щель и сразу же сдохла. В случае чего нам нужно будет бурить нахрен эти камни. Это слишком много времени. Я этого не хотел бы. Я бы на вашем месте вызвал бы полицию. Я и есть полиция. Сейчас сюда съедется следственный комитет и будут проводить следственные мероприятия. Поэтому не переживайте. Короче, друзья, разобрались. Камень поставили обратно. Не думаю, что туда вообще кто-то еще будет заглядывать. Не хочу я расстраивать Дона Гана. Поэтому покажу ему те самые три фотографии, которые мы с вами уже сделали. То есть у нас фотографии готовы. Поэтому ему покажем. Пусть он думает. Да я уверен. Еще раз говорю в том, что все равно трупа три. Хоть она и пролезла в эту щель. Она там еще и не будет застряла. Но лезть туда уже сам не стал. Поэтому приносим фотографии Дону Гану спокойненько. Отдаем. Дон Ган радуется. Говорит еще раз. Молодец. И, собственно, это все заканчивается. Поэтому, как я и говорил, друзья. Они не могли сбежать никак. И они оттуда не сбежали. Можете быть в этом уверены. Учитывая последствия, какие вы увидели. Учитывая, что вы увидели, да. Что произошло с этими людьми, которые остались в пещере. То вы думаете, что никак Лану не зацепило. Она же там кричала, кашляла. Помогите. Ее голос был. Это значит, что ее хорошенечко зацепило тоже. Соответственно, она же и тоже наверняка взяла этот кусок радиации. И наверняка тоже умерла. Ребят, я не хочу, чтобы вы о чем-то додумывали. Типа, а вдруг? А может быть? Давайте не будем. Давайте спокойно примем тот факт, что они мертвы. Я, конечно, засомневался, когда увидел каких-то двух трупов. Мы провели экспертизу с вами. И выяснили по этой экспертизе, что это действительно трупы принадлежат тем самым бабулькам. А это значит лишь одно. Что это они. И это самое главное. Так. Давайте машину. Кто сюда поставил? Выбирай свое корыто отсюда без капота. Давайте пропускаем. Дайте проеду. Молодцы. Не пропускает. Какие-то левые сюда еще заезжают. К Дону Ганну. А что, приехал? Давай, узнаю. Ну-ка, отойди-ка, пожалуйста. Да, я знаю. Я с ним. Смысл ли с ним? С кем? Ты кто такой, дядя? Что значит, я с ним? Может быть, я тебя знаю? А ну-ка, выйди, лысый. Побазарим с тобой. Я твой личный охранник. Когда ты стал? Я что-то не припомню, честно говоря. Честно. Я не помню, чтобы он был моим личным охранником. Вчера виделись. Да? Хм. Я просто не запомнил. Не, вас много. Я согласен. Тихо, тихо. Убери. Убери ствол. Не надо, не надо. Все нормально. Все нормально. Ты проезд, главное, здесь не загораживай. Потому что Дон будет недоволен. И сейчас охрана, да, поступает правильно. Очень правильно. Тихо, тихо, ребят. Вы зачем? Нахрена? Он же не проехал. Вы что творите-то? Блин, охрана Дона Гана. Какого хрена? Зачем убивать-то его было? Сказали с Валиной. Но он не слушал. Я согласен с этим. Возможно, предоставлял угрозу какую-то. Представлял. И в итоге, вот видите, просто убили человека. Ну что ты мне машешь? Так, ладно. Все, парни, пожалуйста, не заходите во двор. Охрана этого не любит. Я не хочу здесь видеть ваши смерти еще дополнительно. Поэтому оставайтесь здесь. Мне нужно сейчас поговорить с самым влиятельным человеком здесь. Доном Ганом. Мы же должны ему приятные новости принести. Правильно, Дону Ганом? Должны. Поэтому так мы и сделаем. Так, выйди. Выйди, выйди, охрана. Тут частный разговор, понимаете? Давай спускайся. Наконец. Все, все, пришел. Немножко задержался, извиняюсь. Я уже заждался. Я понимаю. Не буду объяснять. Просто долго ждал, долго. Или скажу, что я еще по делам ездил. Ну что, Дончик? Собственно, как я и говорил. Кто такой умный? Кто такой умный? Какого хрена? Работает казино Папа Карло в Южном? Работает. Казино в Лыткарино. Мое казино, друзья. Обязательно приезжайте. GPS 7.2? Нет. Нет, правильно? GPS. Далее. 7.1. Вот так вот, друзья. По GPS устраиваете. И едете, значит. Все, это мое казино. Жду всех. Так, Донган. Я какого хрена не понимаю, почему здесь реклама делают? Вы ведь знаете, что это конкурент. Хрен знает его. Давайте уборщицу сюда пусть убирают эти буклетики непонятные какие-то. Мусор просто валяется. Тебе какое дело? Ладно. Значит так. Донган. Предоставляю вам фотографии. Передаю лично в руки. Как и обещал. Ну что, передал три фотографии. Присмотритесь внимательно. И я же говорил. Во. Вот и во, Донган. Все, давайте там рассматривать. Нравится вам эта картинка? Я думаю, нравится. Красивый все-таки у вас дом. Очень красивый. У меня такой же на самом деле. Сейчас посмотрим. Смотри, смотри. Я думаю, что дело будет закрыто. Правильно? Вах. Вот. Нравится Донган. Это самое главное. Красота. Ну вот. Закрываем вопрос. Дон, я хочу, чтобы вы понимали, что вы их никогда не увидите больше. Мышки подъели, видимо. Да это не мышки. Это газ такой. Он разъел. А не мышки. Если бы еще, блин, мышки. Да конец. Стоп. Это как? Что? Это газ. Я же вам объясняю, Донган. Это, собственно, шакро. Это ему руку жмите, пожалуйста. И его благодарите. За такой вот отравляющий эффект. Если можно, конечно, назвать его так. Потому что это шакро. И я не удивлен, в принципе. Он все, что угодно может придумать. Это самое настоящее отравляющее оружие. Чего? Вы чего материтесь-то? Вы чего? Донган. Ну что, я виноват, что с ними такое произошло? Два одинаковых трупа? В смысле? Там разные же. Что за хрень? Там раз... Донган. Донган. Там разные же. Вы чего? Какие еще одинаковые? Вы где увидели одинаковые трупы? Там два разных... Мозги мне не пудрят. Подождите. Может быть, я что-то перепутал? Блин, какого хрена ты, старый, заметил? Как ты это заметил? Это я понять не могу. Ударил фотографию по лицу. В смысле? За что? Где разные? Все, 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 все. Видимо, видимо, ошибся. Там был третий еще. Там был третий. Дон. Давайте вот... Не будем, хорошо. Успокойтесь, пожалуйста. Донган. Дон, ну что вы расферепели-то, а? Где? Ну там же, скорее всего, в этой пещере. Там, наверное, завалялся. Я видел три. Дон. Ты что? Я видел три. Я сделаю. Я сделаю еще фото. Можно? Обнуть меня решил? Нет. Нет, нет, нет. Вы что? Вы что? Вас? Вы серьезно, что ли? Вас... Донган. Не надо, пожалуйста. Вас никто никогда не будет обманывать. Тем более такой человек, как я. Ну, в конце концов... Блин, я Режнева уже обманул, а? Ё-моё. Ну, как он спалил? Вот ты что мне звездишь? Ладно, ладно, хорошо. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Я просто не хотел вас беспокоить. И не хотел, чтобы вы беспокоились. И волновались по этому поводу. Она, короче, ушла через расщелину и... Того. Там сдохла. Я думаю, что труп в расщелине. Либо ты говоришь правду. Я сказал. Я сказал. Всё. Я сказал. Ну, там, понимаете, радиация была. Вы же понимаете, Донган, что она выжить в таких обстоятельствах не могла. А чё в расщелину не залез? Я... Я слишком жирный. По сравнению с Ланой, конечно же, я просто бы туда не влез, блин. Сыка, ну да я бы не влез физически туда. Это невозможно. Сделайте мне операцию, Донган, пожалуйста. Такую же, как для Ланочки. Возможно, тогда я и залезу в ту расщелину. А пока что извиняйте. Кушаю хорошо. Слушайте, если хотите, можем пробраться туда. Вы чего? Можем пробраться туда. Пошёл нахер отсюда. Я всё понял. Дон. Дон. Тут я вас... Ай, да не. Я не видел никогда его таким злым. Дон, пожалуйста. Всё, я ухожу. Я ухожу. Ладно, всё, я ушёл. Господи, чё за бред? В смысле вон отсюда? Зачем меня бить-то, Дон, блин? Это же не серьёзно, старик, блин, с ума выжил. Так, чё встали здесь, а? Чё встали? На периметр пошли, живо. Стоят здесь. Давайте, давайте, попёрли. Охренеть. На меня-то тоже наезжают немного. Я извиняюсь, не хотел. На охрану-то почти ни при чём здесь. Взял просто так мне, ладно. И чё теперь, мне стоять, что ли, здесь? Так, короче. Иди спроси его, могу ли я зайти в дом. Давай, давай, давай. Метнулся, быстрее только. Донгана обманывает, ещё понтуется. Вы чё ещё, вы чё подслушиваете ещё? Бабки-подслушки, я всё расскажу Донгану, как вы подслушиваете здесь. Да, что? Опа! Здорово. Здорово, брат. Слушай, не ожидал. А чё так внезапно появился здесь? Обалдеть. Так, пойдём, отойдём. Без проблем. За дом. А вот это правильно, потому что бабки-подслушки уже всё знают, блин. Слушай, ты из всех щелей. Интересно. Эй, лысый. А ну, пошёл вон отсюда. Давай, 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 уходи. Тут разговор будет. Нечего подслушивать. Давай, 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 в сторонку, чтобы тебя... Ну, ни хрена себе. Вот это охрана. Так, чё такое? Давай, рассказывай. Опять какое-то делали? Чё-то натворил? Ты, блин, чё, с ума сошёл? Босс! Не надо руки распускать! Босс, ты чё? Ты чё делаешь-то? Ты про что? Руки-то зачем? Слышишь? Ты зачем меня краснить заставляешь? Чего? За что? Сюда подошёл. Подошёл. И чё дальше? Чё ты хочешь, слышишь? Ты чё ручки пускаешь? Ну, босс! Ну, ты чё? Мы столько прошли, ты сейчас меня бить будешь, что ли? Чё такое? Ты хочешь, чтобы я вместе с тобой на одной верёвке висел? Да какой верёвке? Кто тебя повесит-то? Ты мне скажи, пожалуйста. Кто нас повесит? Мы столько дел делали. Ты нахрена отца обмануть пытаешься? Да я не хочу... Послушай. Послушай. Я пытался, чтобы он не волновался. Я уверен, что дело сделано. А он, блин, прицепился к этому грёбаному трупу. Я даже слушать тебя не хочу. Тьфу, ё-моё. Я понял. Надо было сказать ему сразу правду. Хорошо. Ладно. Я понял. Это будет уроком. Пусть это будет уроком. Всё. Я тебя понял, босс. Я больше не буду его обманывать. Я хотел для него как лучше сделать. Ребят, я не хотел там в наглую обмануть Дона Гана. Я не думал, что он так влияет. Я чё сказал? Не ясно, что ли? Свалили! Свалили! Отсюда! Может быть, как-то по-другому вам сказать это? Или чё? Какого хрена? Босс! Босс, останови их! Чё за херня? Кто приказал? Кто приказал? Вы чё, меня убить собрали здесь? Кто приказал бить? Вы чё творите, а? Пацаны, спокойно. Пацаны, вы чё делаете-то, ну? Вы же все взрослые люди здесь. После сколько вам лет? Я приказал. В смысле, босс? Ты тут кого из себя взаменил? Лошара. В смысле, лошара? Подожди, ты чё меня лошара называешь? Я сейчас Дону Ганну скажу. И ничего не будет, наверное, после этого. Ты облажался. Я понял всё. Я понял всё. Я исправлюсь. Не надо лезть вам в это дело. Это не ваши дела. Вы охранять должны Дона Гана. А не бить меня, блин. Не в том положении, чтобы командовать. Я уже не командую. Всё. Хорошо. Только хватит бить. Хватит. Давайте ещё застрелите меня. Босс. Они меня сейчас заубьют здесь. Ты чё хочешь, чтобы они меня застрелили? Ты знаешь, что Дон делает с теми людьми, которые хотя бы немного вводят его в заблуждение. Что? Сразу убивает? Я не думаю, что чуть-чуть обмана в его пользу будет настолько серьёзным. Боже. Ты получил его доверие и сразу же потерял его. Босс. Я не хотел. Я же хотел как лучше. Зачем это делать-то? Ну, хоть на этом мозгов тебе хватило. Я тем более всё сказал ему. Босс, я поговорю с ним. Ладно? Давай всё-таки решим этот вопрос в мирном русле. Хорошо? Не будем драться. Не будем стрелять. Одна пуля и всё. Угу. Ты только и стрелять умеешь, лысый. Больше ничего. Ганн не говорил убивать его, парни. Успокойтесь. Они только запугивают. Чё, в меня не целились, по-твоему, слышишь? В меня, по-твоему, не целились никогда? Да сколько раз я был на грани просто. Так что мне вот эти вот пукалки, да, твоих лысых дружков не страшны. Ты-то пойми главное. Дон, разрешите? Можно я пройду, пожалуйста? Пьёт виски. Блин, неужели так? Дон, я прошу. Я просто прошу. Не надо, не надо злиться на меня, Дон. Хорошо? Сюда иди. Хорошо? Подхожу, подхожу. Но не надо убивать меня. Это не стоит смерти. Вы же должны понимать, Дон. Я понял, всё. Я понял, почему вас люди уважают. Я понял, почему вот такой вот человек чести, так сказать. Да, вас обманешь один разок, вы убьёте. Всё. Я понял. Никаких больше обманов Дона Гана. Блин, а у него так настроение поднялось, когда он фотографию видел. А теперь молчи и слушай меня. Окей. Всё, базара нет. Молчу. Что же ты мне скажешь? Только не говори, что ты, типа, уходишь с воровского мира. Больше никакой. Нет. Не надо так делать, пожалуйста. Не надо, Дон Ган. Это будет ошибкой. Я просто не буду и всё обманывать вас больше. Если б я тебя знал первый день, то прикончил бы, увидев фотографии. Я это понял. Да, молчать он сказал. Хорошо. Но я дам тебе один шанс. Ты найдёшь мне её шкуру. Её шкуру? А, ладно. Так она за камнем полюб... Хорошо. Я понял. Я понял. Вот мне сейчас реально страшно с Доном Ганом разговаривать. Очень. Особенно, когда на меня смотрит не он, а его шляпа вот эта жёсткая, которая внушает страх. Либо будешь лежать в той пещере. У тебя три дня. Время пошло. Принял. Принял. Проваливаю. Всё, всё. Я ухожу. Дон Ган, только не бейте, пожалуйста. Босс или... Ладно, я сам. Всё, я сам. Не надо, пожалуйста. Всё. Я пошёл. Хорошо. Блин, ещё эти меня избили. Ладно. К ним тоже претензит выполняют приказ, поэтому хорошо. Чья машина? Босс? Всё. Мы договорились. Я понял. Всё, я понял. Ты мне поможешь найти её? Это тебе не шутки. Да я уже понял. Надо было просто пули ей в голову всадить и всё. Но завтра я проделаю всё-таки путь в этот тоннель. И мы найдём труп этой Ланы. Я думаю, так и будет. Всё, парни, давайте. Машину убирайте отсюда. Убирайте машину, чтобы я не видел. Ты в это дерьмо влез. Сам оттуда и выбирайся. Ага. Нифига себе, когда ты в дерьмо влезал. Почему-то я помогал тебе, боссик. А тут посмотрите. Давайте, охрана, уберите машину, пожалуйста. Слушайте, ну я не знал, что дом будет такой агрессивный. Я не знал. Так, у меня есть трое суток, получается, с сегодняшнего дня. Друзья, обращаюсь к вам. Как вы думаете? Где она может быть? Конечно, за камнем. Да. Но если там её, чёрт возьми, не будет, то где она тогда может быть? Вот в чём вопрос. Допустим, если она выжила, то куда она могла пойти? И что она могла задумать, сделать? Это вопрос. И нам нужно его решать. Друзья, это был Радмир. Сервер номер один. Если вы ещё не играете здесь, то обязательно присоединяйте. Ссылочки все есть в описании. И помимо того, что вы при регистрации вводите мой ник, также вводите команду MN. Далее, одиннадцатый пункт. Промокод. Вписывайте капсом MaxDeep. И по достижению четвёртого уровня получаете от меня денежку. Много вопросов также приходит по поводу участия в съёмках. Это тоже возможно. Оставляю ссылочку на Discord в описании. Если вы проходите собеседование, то вы сможете стать участником. Если у вас будет свободная минутка, свободный час, когда мы снимаем, то в принципе вы сможете поучаствовать. Я буду каждому благодарен. И всем, кто снимается, у меня в роликах отдельная благодарность. Столько времени. Многих я вижу постоянно практически. Это дорогого стоит. И я каждого из вас благодарю за просмотр. Обязательно, если понравилась серия, поставьте лайк. Всем желаю удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok